Здравствуйте, хочу поделиться с вами, второй год уже убеждаюсь, как полезно отправлять летом ребенка туда, где не теплое солнышко ласкает кожу, где не грозди фруктов свисают в прекрасном саду, а где куча мошки, комаров, где стоптанные ноги в берцах, где пот и где настоящее отношение между детьми. Ну, я бы сказал, братские, солдатские. Речь идет о полевом лагере, казачья застава в ста километрах от Новосибирска, в лесу, в этих комариных болотах, куда я уже управляю ребенком, и достаточно многие новосибирцы тоже это делаю. А вот задавался я себе вопросом уже не один раз, думал, как вот славно отношелся к батюшке, партерей Дмитрия Павушина, настоящий преданный, идейный человек, преданный Верия, преданный армии, военный капеллан. Он создал это все, это его детище, он нашел таких же идейных людей, которые в роли инструкторов работают с детьми, давая им основу не только военного дела, но и давая понимание, там, о фольклоре, о духовной жизни, да, дети, там, так сказать, причащаются и молятся. В общем, все прекрасно. Смотрите, как мало людей, большой счет, ну, что там лагерь, 60-70 человек, а Новосибирск огромный мегаполис, а что так мало? И вот пришла мне в голову мысль такая, что, конечно, очень часто родители стараются, ну, до поры до времени, как им кажется, детей от ответственности оградить. Ну, не обязательно им что-то решать сейчас, еще будут у него в жизни решения. И от каких-то трудностей оградить. Теплый, какой-нибудь теплый берег моря считается предпочтительнее, чем действительно суровый, такой мужской труд в полевом лагере в тайне. И ведь, что парадоксально, ведь все мы прекрасно знаем, что каждый из детей столкнется обязательно именно с трудностями в этой жизни. Именно каждому ребенку, когда он вырастет, придется принимать решения, такие очень серьезные решения. Каждый столкнется с какими-то кризисами в жизни. И самое главное, ведь научить преодолевать эти кризисы, научить преодолевать трудности, сложности и оставаться при этом человеком. И когда мы ограждаем от этого детей, мы как раз делаем им зло. Они потом, но с гораздо большими сложностями будут проходить через все вот эти кризисы. И будет очень тяжело. Они так воспитаны в таких тепличных условиях. Ну попробуем действительно попугая, так сказать, куда-нибудь за окном выпустить. Долго ли он прожилен? И вот хочу, наверное, обратиться ко всем родителям. Думайте, как воспитывать детей, преодолевать кризисы и сложности. Думайте об этом. Это, возможно, трудный путь, но он необходим. Особенно мальчикам. Особенно мальчикам нужен этот опыт. Нужен опыт вот такой сложной жизни и преодоления себя. И пока есть такие люди, которые готовы это делать, готовы создавать такие лагеря, готовы заниматься такими детьми. И, самое главное, готовы брать ответственность за эти лагеря и давать благословение, как вот новосибирский владыка Тихо. У нас есть возможности воспитывать детей и в вере, и в правде, и в преодолении сложностей. Поэтому подумайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok